Несмотря на то, что груминг для многих животных является необходимым, он все еще таит в себе достаточно много рисков и опасностей. Например, сильный стресс может провоцировать заболевания, которые раньше не проявлялись, или на груминге животное может получить травму. Чтобы снизить риски, нужно подготовить животное заранее и непосредственно перед посещением грумера. А также разберемся, что делать, если ваш питомец совсем не дается подстричься. Всем привет! Меня зовут Александр Стрелков, я ветеринарный врач. Рад вас приветствовать в серии практических роликов на канале Королевства животных. А перед тем, как мы начнем, хочу вам порекомендовать классную машинку для стрижки собак. Ну, если вдруг ваша собака совсем не дается подстригаться у грумера, то можно использовать такой домашний вариант. В Нинельшоп вы найдете машинку, которая подойдет на все случаи жизни, ведь там огромный набор, с помощью которого можно выстригать колтуны, ей очень легко пользоваться. Так что, если ваша собака сильно нервничает на груминге, вы можете быть грумером для своей собаки самостоятельно. В набор входит помимо машинки 8 сменных насадок, пилка для когтей, а также когтерез. Такой набор не стыдно и подарить. Ссылку мы оставим в описании. Вообще, если ваш питомец никогда не посещал грумера, то имеет смысл начать не с посещения груминг-салона, а с того, чтобы начать ее расчесывать. Просто начните аккуратненько проводить расческой. Если ее раньше никогда не чесали, то она может вообще агрессивно на это реагировать. Поэтому просто подготовьте ее, посмотрите на ее реакцию. Да, Мань, ты как вообще? Нормально? Ну, Маньке нравится, она спокойна скорее. Ей это доставляет удовольствие. В самом начале вы можете использовать самую обычную расческу и постепенно перейти на специализированные расчески для животных. Ну, этой собаке явно нравится. То, что ее чешут, она довольна. Но не все такие. Смотри, она даже при виде увидела уже боится. Обратите внимание, что самым стрессовым для животных является фен. Маня редко посещает грумера, однако знает, что вот эта штука причиняет ей дискомфорт. Она к ней не приучена. Стоит начать с включения его просто в одной комнате или в одном доме, чтобы просто был какой-то звук. И постепенно вы сможете приучить своего питомца хотя бы просто знать этот звук, а не тут же бежать в панике, как только она его услышит. Ритуалы и стабильность очень важны для собаки. Поэтому, когда вы ей показываете какие-то действия, она их запоминает, и они становятся для нее привычными и менее стрессовыми. Первое посещение грумера должно оставить самое лучшее впечатление. Вы должны сделать все идеально для того, чтобы собака запомнила это как позитивный опыт, а не как какое-то травмирующее событие в ее жизни. Как ветеринарный врач я хочу вас обязательно предостеречь от того, чтобы посещать груминг-салон без вакцинации. Дело в том, что груминг-салон является местом опасности для вашего животного по инфекционным заболеваниям. Поэтому обязательно вакцинируйте животное перед посещением груминг-салона, а также выдерживайте карантин в 3-4 недели после вакцинации. Также, если мы говорим про собаку, вот, например, такую, она бывает агрессивна на каких-то незнакомцев. Поэтому не забудьте взять с собой намордник, потому что бывает, что нету подходящего по размеру в груминге или вообще его не будет. Вот, поэтому заранее узнайте, какой размер мордашки у вашей собачки и, собственно, купите маленький намордничек. Даже если ваша собака никогда никого не кусала, все равно в стрессовой ситуации она может повести себя не очень адекватно и случайно кого-то укусить. Чтобы не было таких проблем, просто обезопасьте себя и окружающих с помощью намордника. Это еще важно с точки зрения безопасности. Чужие намордники могут быть источником опасных бактерий и вирусов для вашего питомца. То же самое касается любого инвентаря, который использует грумер. Поэтому поводки, намордники, подстилки старайтесь приносить с собой. И в новом салоне проверяйте, чтобы инструменты обрабатывались перед каждой новой стрижкой. Не забудьте рассказать о здоровье питомца. Возможно, у него есть какие-то аллергии, папилломы, может быть, небольшие, но образование на теле. Об этом всем должен обязательно знать грумер, чтобы не навредить во время процедуры. Также для владельцев собак, у которых есть межпозвоночные грыжи, а также различные повреждения опорно-двигательного аппарата. Дело в том, что на процедуре груминга животное фиксируется определенным образом, и это может дополнительно травмировать животное. Плюс ко всему есть риск того, что они иногда спрыгивают со стола, поэтому обратите особое внимание на то, каким образом будет фиксироваться животное, и, возможно, стоит рассмотреть вариант с подстриганием животного на полу. Если специалист адекватно реагирует на ваши пожелания и спокойно готов выполнить их, то это, скорее всего, хороший специалист, и вы можете ему довериться. Опытные владельцы знают, что хороший грумер на вес золота, поэтому, найдя подходящего специалиста, стоит стараться ходить именно к нему. Так питомец лучше привыкает, и вам будет спокойнее. Перед посещением груминг-салона не кормите своего питомца за 2-3 часа. Дело в том, что у него может быть рвота, и это будет неприятный конфуз на процедуре. Также, перед тем, как отправиться к грумеру, обязательно погуляйте с своим питомцем, ну, чтобы сделал свои маленькие и большие дела. Вы должны знать о том, что процедура груминга длится где-то час, иногда два часа. Ну, зависит от породы и особенностей поведения. Также, знаете, что животное не стоит водить к грумеру во время течки, но это, на самом деле, может быть спорно. Я думаю, что стоит договориться с грумером, обсудить этот момент, и многие, я думаю, согласятся, если там нет какой-то очереди, и это не доставит проблем окружающим. Ну, при условии, что если ваше животное также спокойно во время течки. Также важный момент. При посещении какого-то незнакомого места, ветклиники или груминг-салона, животные при хозяине очень плохо себя показывают. Они нервничают, бьются в истерике, как бы показывая своему владельцу, что они крайне недовольны происходящему. Пытаются таким образом манипулировать. Очень часто можно заметить такую картину, как только уходит владелец, собака спокойная или кот абсолютно спокойный, дается все с собой сделать. Потом грумер или ветеринар снимают это на видео, и владелец не может поверить в то, что это его собака или кот. Проверьте это на своем питомце. Возможно, это сработает. Друзья, перед тем, как мы продолжим, если вы считаете это видео полезным, обязательно поставьте прямо сейчас лайк, а также подпишитесь на канал. Я снимаю полезные видео о том, как вам стать лучшим владельцем своего питомца. Если у вас есть вопросы по содержанию или здоровью вашего питомца, напишите мне по ссылке в описании или сканируйте этот QR-код. А вот и следующий мой питомец, кот по имени Гусь. Если у вашего кота много колтунов, ему необходима гигиеническая стрижка, а также ему может потребовать стрижка когтей. Об этом я снял отдельное видео, посмотрите его потом. Но не путайте гигиеническую или санитарную стрижку с бритьем кошки на лысо. Колтуны нужно убирать, если кот самостоятельно не справляется, а вот полное сбривание шерсти приводит к сильному стрессу у кошек. Как специалист cat-friendly, я призываю вас этого не делать. Также по поводу именно котов, знайте о том, что у них часто бывает идиопатический цистит. И он связан со стрессом, который они испытывают. Поэтому, если у вашего кота когда-то был идиопатический цистит, то ему крайне нежелательно испытывать стресс от груминга или чего бы то ни было еще. Я противник груминга под наркозом, ведь не существует безопасного препарата. Любой укольчик для сна – это наркоз, и все вытекающие из этого риски. При этом я подозреваю, что рядом с животным, которому введен седативный препарат, нет анестезиолога, который контролировал бы его жизнь. На мой взгляд, единственный вариант, когда это возможно, это проведение санитарной стрижки агрессивному животному. Когда у собаки, или чаще у кота, образовались колтуны, и под ними есть воспалительный процесс, или паразиты. Поэтому взвешивайте плюсы от стрижки с рисками, которые вы на себя берете. Если ваш питомец все равно сильно нервничает, можно перед грумингом начать прием успокоительного препарата. На травах их действие, конечно, не совсем доказано, но многие используют и говорят, что работает. Это стоп-стресс, релаксовет, код-боюн, фитекс. Ну и более эффективные, которые хорошо работают. Это габапентин, вецпокаин, филвей для кошек. Дозы уточняйте в инструкции к препарату, и задайте вопрос врачу, если подозреваете, что у вашего животного могут быть противопоказания, ну или если у вас есть какие-то вопросы. Эти препараты используются в качестве успокоительного перед стрижкой или даже выставкой. Расскажите в комментариях, как себя чувствует ваш питомец на груминге, а также дополняйте это видео своим личным опытом. Спасибо за просмотр, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok